В некотором царстве, в некотором государстве этими словами начинается множество русских сказок. У нас не сказка, у нас быль. Но именно этими словами хочется начать рассказ о коллективном саде номер 11. Скептик скажет, что сады ничем особенным друг от друга не отличаются и будет неправ. У каждого садового товарищества свой особый колорит. Сад номер 11 мы считаем образованный на момент выдачи талончиков для дележки участков, так будем говорить. Это было 4 ноября 1978 года в Доме книги. Надел и распределял правком завода по разнарядке. Виктор Васильевич вспоминает, что на весь 32-й цех, в котором работало более полутора тысяч человек, выделили всего 7 участков. Тогда же в ноябре и приступили к нарезке прямо по снегу. Границы отмечали вешками. Количество участков в нашем саду 226, то есть оно на сегодняшний период точно такое же, какое и было. Единственное, что участки у нас по сравнению с то, что было 30 с лишним лет назад и на сегодняшний день, они разительно отличаются. 11-й отличается от других коллективных садов своей протяженностью. Почти на 3 километра растянулся он вдоль высоковольтной линии по обе стороны от дороги. Его части, как два крыла огромной птицы. Между собой садоводы называют садовые районы левой и правой стороной. За 30 с лишним лет существования 11-го бывало всякое. Иные участки пустовали и зарастали травой, но к нынешнему году таких не осталось. Инфраструктура состоит основная для садоводов, это из трех частей. Это электроэнергия, дороги и водоснабжение. В принципе, это в нашем саду, как и у многих других, это все есть. Все функционирует. Дороги, электроснабжение, водоснабжение. Водоснабжение круглосуточное с 1 мая по 1 октября подается из наших скважин. Четыре скважины с водонапорными башнями и баками-наполнителями полностью обеспечивают садовое товарищество чистой водой. Появилась стабильная сотовая связь, заработал интернет. Коллективный сад 11 переживает период подъема. Рядом со старыми домиками активно строятся новые. Садоводы шутят, что строительство не заканчивается никогда. Завершив отделку дома, приступают к бане, потом к открытой веранде или детской площадке. Идеи становятся все интереснее, а посадки на участках все экзотичнее. Однако садоводы-дизайнеры и про традиционные огородные хлопоты не забывают. В теплицах и на грядках нежатся овощи. От разнообразия цветов голова идет кругом. А какие здесь деревья? Рядом с соснами и елями произрастают дубы, ивы различных видов, лиственницы, можжевельники и липы. Всего и не перечислишь, да и стоит ли. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok